Новости Сургут 24 Новости Сургут 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 которые мы получали, что Сургут обозначен одной из точек приземления определенных проектов в сфере военно-патриотического воспитания. Поэтому мы надежду здесь не теряем, планируем заходить активно в эти программы. Для этого, соответственно, нужен проект ИСМИТ. Большая надежда есть, что все-таки и большая уверенность, что мы этот проект реализуем. В Сургуте в следующем году благоустроят 14 дворов, а также потратят полтора миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог. Такие цифры также прозвучали на депутатских слушаниях в парламенте города. Известно, что на благоустройство, содержание городских территорий и охрану окружающей среды запланировано 530 миллионов рублей. Больше половины из этой суммы, 325 миллионов, уйдут на содержание зеленых насаждений вдоль улиц и проездов на территориях парков, скверах, площадей и набережных. Также департамент городского хозяйства заявил о появлении статьи расходов, которые раньше не было. Ликвидация полигона за хранение твердых бытовых отходов. Закрытое хранилище мусора нужно рекультивировать. Происходить это будет с участием средств окружного бюджета. В ближайшие три года на это потратят чуть больше 200 миллионов рублей. При том, что весь объем необходимых средств оценивали в сумму выше 1 миллиарда. Примерно столько же уйдет на ремонт сургутских дорог в 2024. На строительство и реконструкцию предусмотрено 550 миллионов рублей. В пять раз меньше денег департамент городского хозяйства запрашивает на благоустройство придомовых территорий. В следующем году планируется направить на эти цели 106,7 миллионов рублей. Из них 100 миллионов рублей это благоустройство 12-ти торговых территорий по заявкам управляющих организаций. И почти 7 миллионов рублей, чуть меньше 6,7 миллионов рублей. Депутаты попросили чиновников к следующим думским заседаниям подготовить подробную информацию о транспортной реформе, финансовому состоянию и модели развития предприятия СПАПАД. Как на нем отразится приобретение в лизинг 30 новых автобусов. Также народных избранников интересовало, почему при потребности 40 остановочных павильонов в следующем году приобретут лишь 10. По словам Александра Недашковского, возможности бюджета не безграничны и есть иные приоритеты. Давайте мы заложим в эту статью больше остановочных павильонов и не будем так жестко по остаточному принципу подходить к удаленным частям города, поселкам. В департаменте городского хозяйства отметили, что в январе уже запланировали выйти к депутатам с просьбой рассмотреть возможность выделения средств на еще 13 остановочных павильонов. Если запрос одобрят, в следующем году в городе смонтируют 23 остановки общественного транспорта. Проект бюджета продолжат рассматривать на следующей неделе. В деревне Сайгатина на территории лыжной базы состоялось открытие обновленного спортивного зала. Около 15 лет помещение не ремонтировалось и служило для занятий спортом и организации спектаклей и других культурных мероприятий. Декорации и костюмы для них хранились в одном из залов, в остальных не хватало тренажеров, да и внутри всегда было прохладно. Эту проблему постарались решить в ходе ремонта. Утеплили фасад, поработали с кровлей, входными группами, покрасили стены. Люди высказывают свое мнение. Изначально у нас же зал был вместе с культурой. Мы разделили, сейчас у нас и культура уже полноценная, отдельный зал. И здесь как полноценный зал для спорта. У нас на данный момент атлетическая гимнастика, фитнес для женщин. После Нового года мы завозим маты и будем пробовать вольную борьбу для детей. И попробуем еще езди на борщ, что есть бокс, либо кикбоксинг. Проходимость порядка 45 человек. То есть у нас тренер, который сейчас есть, у него две группы. И заведем еще две группы единоборств. То есть порядка 50 человек, 50-55 будет наполняемость суточная. Изначально на ремонтные работы район выделил 12 миллионов рублей. Однако после процедуры торгов цифра снизилась до 9,5. Этих средств вполне хватило, рассказывают в администрации района. Оснащение тренажерного зала обошлось в 10 миллионов. Что неудивительно, закупили и установили абсолютно новое и качественное оборудование. Проверить обновленный спортивный центр приехал и глава Сургутского района Андрей Трубецкой. По словам властей, теперь поселение обеспечено всем необходимым в плане занятий спортом. Отныне активным жителям Сайгатино не придется ездить в соседний солнечный на тренировки. Все имеется в шаговой доступности. Неплохо, особенно если сравнивать с тем, что было. 15 лет вообще не видели ремонта. Ну и оборудования не было. Поэтому сравнивать то, что было и что стало, конечно, хорошо. Ну, для небольшого поселения более чем достаточно. Талант сургутянок оценили на мировом уровне. Совместную работу творческой группы опубликовали на обложке французского глянца. Журнал не издается в России. Фотограф, модель, стилист и визажист признались журналистам у медиа, что хотели показать. В Сургуте возможно делать студийные продукты самого высокого уровня. И в преддверии дня рождения Югры стали известны далеко за пределами нашего города и округа. Карина Алексанян встретилась с девушками. Я подала в последний момент. И то есть на следующий день, в мурашке, приходит уведомление, что меня опубликуют. На английском языке это «communication». Я такая, так, подождите, скидываю наставнику. Так, это что, это да? Это да. Она такая, да, Вика, тебя опубликуют. А на следующий день приходит уведомление ночью, что поздравляем вашу фотографию на обложке ноябрьского журнала. До закрытия приема заявок оставалось меньше десяти часов. Сургутянка Виктория Турова, фотограф с восьмилетним опытом работы, впервые решила поделиться своими снимками с изданием международного уровня. Я подавала с желанием, чтобы меня опубликовали, пусть где-то даже в середке, просто опубликоваться в журнале не российском, не за деньги, не за рекламу. Это только зарубежный французский журнал. Независимый. Ему без разницы, какие у тебя регалии и какой ты фотограф. Если твоя работа подходит, тебя примут. Из огромного количества фотографов мою работу выбрали на обложку журнала. Ну, это, ну, правда, это какой-то нереальный восторг, честное слово. Я вообще даже, мне кажется, все фотографы о таком мечтают, чтобы стать на обложке глянцевого журнала, не российского. Ну, наверное, даже российского, это будет круто, какого-то крупного. Фотосессия состоялась в рамках мастер-класса по студийному свету, который Виктория Турова проводила впервые для начинающих коллег. Для этого мероприятия собралась команда из визажиста, стилиста и двух моделей. Один из образов – элегантный, женственный, а другой – экстравагантный, полностью соответствовал фэшн-направлению. Все участники события единогласны в оценках. Они сработали, как пазлы одной картины. Изначально подготовка уже набирала очень масштабные обороты. Это пошив одежды, то есть это не что-то уже заезженное, простите, как бы за фразу, да, у нас по городу. Это что-то новое. Я видела горящие глаза Вики, я видела горящие глаза стилиста. И когда мы сели, у нас был мозговой штурм от и до, я поняла, что это будет другой уровень, это будет здорово. И у нас с ней все вот так вот, налегке. То есть она мне говорит «А», я уже «Б» заканчиваю. То есть она говорит «Давай так». Наверное, потому и получилось, потому что налегке. Юбку сшила нам девушка-швея, но она была большая. И я зашивала прямо на модели, когда она уже делала, чтобы она идеально по талии легла, резинку прятала. То есть мне не нравилось, как смотрится эта резинка. Я полностью прямо на ней зашила, чтобы не видно ничего, ничего было потом, чтобы ее раздеть. Ее расшивали эту юбку. Ну, да, и в полвечера я пришивала эти два буа. У меня была вся квартира в перьях, все руки черные от краски. Но она того стоила. Виктория Турова, придумав образ как профессионал своего дела, сразу представила, кого она в нем видит. Валерия Додонова на протяжении трех лет участвует в подобных проектах. К слову, девушка несколько лет назад, как клиент, побывала в объективе у фотографа Виктории. Когда мне Вика написала с таким прекрасным предложением, мне очень понравился образ. Он был просто экстраординарный какой-то. Ну, такого не было точно. То есть я такого не видела на просторах сургутских фотографов, да, и даже региональных фотографов. Я сразу себя увидела в этом образе. Но я, конечно, не ожидала, что будет такой отклик, что мы пойдем на обложку журнала, что так понравится французскому изданию. Все члены команды и сработали на 100%. И я могу сказать то, что мне кажется, в этом и есть вот этот вот вау этого образа, потому что все детали сложились в единый пазл. Образ Валерии был непрост, если так может показаться со стороны. После модель, расплетая прическу, сняла более 40 шпилек и четырежды использовала шампунь, чтобы вымыть волосы от средств укладки. Порой в подготовке к фотосессии участники шли ва-банк. Для того, чтобы не терять времени, для того, чтобы мазки были идеальны, как у художника, мне пришло взять один инструмент, который выполнит все эти задачи за раз и за две минуты. По форме это была кисточка среднего размера, она была плоская, это был натуральный ворс, это самое дорогое, что есть вообще в жизни наших визажистов. Мне пришлось ее порезать как раз-таки таким образом, чтобы там было три луча. То есть я ее посередине резала маленькими ножничками, выстригала это все так, чтобы получить как раз-таки тот эффект, который был. Чуть-чуть дрогнули рукой, и получился не тот срез, который вам нужен. А все, не подлежит уже никак. То есть я не смогла бы стереть и начать все это заново, либо это час работы. Команда уже готовится к новому мастер-классу, новые образы придуманы. А фотограф Виктория Турова раскрыла секрет журналистам о медиа, что в январе еще одна ее работа будет опубликована в швейцарском журнале «Инка Мэгазин». В фотосессии приняла участие беременная сургутянка. Карина Алексанян, Владимир Федоров, Сургут-24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители целого ряда дачных кооперативов Сургута и Сургутского района минувшую ночь встречали при свечах. Без электроснабжения остались товарищества «Газовик», «Виктория», «Рябинка», «Кедровы» 16-летние юрты и другие, расположенные рядом. Энергетики предупреждали садоводов о критическом росте нагрузки и достижении предела мощности головных питающих центров. Включение в сеть еще большего числа приборов в итоге привело к выходу из строя основной кабельной линии напряжением 10 кВт. Об этом у медиа рассказали в сургутских городских электрических сетях. Аварийно-восстановительные работы начались практически сразу же и завершились поздней ночью. Часть кооперативов переводили на резервные источники питания, другие ждали своей очереди и впоследствии менялись местами. Аналогичная ситуация по критическому превышению допустимых нагрузок и выходу из строя кабельно-воздушной линии также ночью произошла в кооперативах «Победит-1» и «Победит-2». В обоих случаях впоследствии устранены. Однако энергетики отмечают, что нагрузка на сети продолжает расти, что может привести к повторному выходу из строя оборудования. Обрели официальный символ. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний Югры прошло торжественное вручение флага Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы. Представители местных организаций и экс-сотрудников учреждений УИС прибили полотнище к древку и передали стяг на хранение. Символично, что церемонию приурочили к Дню ветерана уголовно-исполнительной системы. Вручение этой флага, я еще раз повторюсь, имеет очень большое значение, потому что наша организация существует довольно давно, с 2006 года. И, ну, и как организация, она не имела своего никакого официального символа. И вот, наконец, значит, на Общероссийской конференции был утвержден наш флаг. И сегодня мы видели вручение флага. Это говорит о чем? О том, что наше ветеранское движение живо, что оно действует. Сегодня уголовно-исполнительная система в Югре объединяет 355 бывших сотрудников и работников пененциарного ведомства. Они являются наставниками и помощниками в патриотическом и профессиональном воспитании личного состава, передают накопленный опыт и традиции молодому поколению. Флаг станет символом мужества, доблести и преданности ветеранским ценностям, а также ориентиром для дальнейших достижений. Уставных задач, на самом деле, у нас много. Но самая важная задача – это всесторонняя поддержка и помощь ветеранам и пенсионерам уголовно-исполнительной системы. А также, значит, да, поддержка – это хорошо, но и также и воспитательная работа. Смотрите, как молодежь у нас привлекается. Они с удовольствием участвуют во всех наших мероприятиях. Вот мы говорим, воспитательная работа, патриотическое воспитание. А это и есть. То есть на нашем примере молодежь видит, как мы относимся к старшему поколению, правильно? А ведь это любовь к родине, помощь старикам, забота. Это и есть одно и то же, я считаю. Помогают даже в морозы. Гуманитарный добровольческий корпус отправил 40 тонн грузов для военнослужащих в зону СВО. На этот раз большую часть составили адресные посылки для солдат из разных воинских частей. Также собрали коробки добра. К некоторым из них прилагаются новогодние презенты для юных жителей Донбасса, которые собирали югорчане в рамках акции «Подари чудо дети». Отмечу, что содействие в отправке гуманитарной помощи оказывает администрация города. Сегодня у нас происходит очередная отправка адресных посылок. Это уже седьмая в этом году отправка адресных посылок, которые направлены конкретно военнослужащему от членов семей. Жены, родители собирали посылки своим родным, чтобы отправить им туда, в зону СВО. У нас есть график отправки. Каждый месяц, 17 числа, происходит сбор по всему региону. И как только заканчивается сбор, формируются палеты, загружаются фуры и идет отправка. Партия гуманитарной помощи отправилась и в госпитали. Там чаще всего нуждаются в матрасах, простынях и теплых одеялах. Отмечу, что помочь в сборе посылок может каждый желающий. Как отмечают сотрудники добровольческого корпуса, военнослужащим нужны сезонные вещи, предметы личной гигиены и медикаменты. На сегодняшний день муниципальная организация сегодня к нам сюда, в центральный склад города Сургута, парка «Моя история» привезли, принесли свои вещи для госпиталя. Это средства личной гигиены, это постельное белье, подушка, теплые одеяла, матрасы. Всю необходимую, потребную помощь, которая требуется сегодня на участникам СВО, необходимо принести по адресу улица Мели Караму, 4,4. 11 волонтеров из Сургута отправились в госпитали Ростова и Ростовской области с гуманитарной миссией. Таким образом, добровольческий корпус оказывает помощь врачам, медицинским сестрам и раненым бойцам. Отмечу, что такой проект проводится не впервые, а сами волонтеры отправляются с благотворительной миссией на две недели. После чего, возможно, проведут ротацию, весь вопрос в желающих. Хорошо. 1 декабря стартовал проект добровольческого корпуса. В Ростове, в ростовском госпитале, находятся наши волонтеры, добровольцы, которые помогают в приеме раненых наших бойцов. Значит, за 7 дней работы было сделано уже очень много, наработан маломальский опыт, значит, есть положительная динамика. Конечно, всех рук всегда не хватает, поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить немножко ротацию. Все зависит от того, по каким направлениям будут работать наши ребята. Оказать помощь в госпиталях могут те, кто не имеет медицинского образования. Для волонтеров перед ротацией проводят небольшие курсы и мастер-классы, где учат правильно обрабатывать раны, накладывать бинты, менять медицинские утки и ухаживать за ранеными бойцами. Завершить гуманитарную миссию волонтеры могут и раньше, в случае, если понимают, что им психологически тяжело. Кроме того, после возвращения в Сургут с волонтерами проводят беседы и тренинги, которые помогают добровольцам восстановиться. На самом деле, не важно, какое у тебя образование, то есть есть медицинское, нет, не всегда носилки носить с ранеными бойцами нужно медицинское образование, нужна просто какая-то физическая сила. Поднести утку, то, чем тоже ребята занимаются, то есть подать чай, побрить, не знаю, раненого, у которого руки не работают, который сам не может себя обслужить, это важно, и для этого тоже не нужно медицинское образование. Место сказки, настроения и волшебства. Уже на следующей неделе в Старом Сургуте откроется традиционный фестиваль «Зимарт». 15 декабря горожан ждет настоящий праздник со всеми новогодними атрибутами – елкой, сказочными героями и во главе которых, конечно, Дед Мороз. Дополнят локацию ледовые скульптуры. Их в эти дни старательно делают приглашенные мастера из Сочи и Краснодара. Какие композиции вырубают из-за льда скульпторы, и не мешает ли им в этом Мороз, узнавала Татьяна Расторгуева. Бензопила, резак и лейка с водой – их главные рабочие инструменты. С помощью нехитрых, но мастерских манипуляций из-под их рук выходят настоящие ледяные шедевры. Скульпторы из Сочи и Краснодара создают новогоднюю сказку в Старом Сургуте. С погодой, говорят, немного не повезло, но это не повлияло ни на сроки изготовления ледовых скульптур, ни на их качество. Валерий Кудрин таким творчеством занимается 8 лет. Причем не только вырезает красоту из-за льда, но и создает барельефы из гипса и фантастических героев из шин. Его работа «Леотавра» вошла в топ самых необычных арт-объектов России. Он автор многих ледовых скульптур в северных городах нашей страны. Сургут приезжает уже во второй раз. Тяжело на самом деле при больших морозах, есть свои определенные сложности в работе. Ну и мерзнем, конечно, немножко. Ну, а в целом нас это, конечно, немного расстраивает, но не останавливает. При больших морозах лед очень сложно склеивать водой, он трескается. Он трескается даже просто от прикосновения резаком. Когда слишком тепло, наоборот, блоки не склеиваются, но зато хорошо режется. Оптимальная температура для работы, говорят мастера, 10-15 градусов ниже нуля. Однако и крепкие сибирские морозы для профессионалов не помеха. Чтобы сделать одну ледовую фигуру, у скульпторов уходит до двух дней. Работают быстро, поэтому уже в течение ближайшего времени сургутяне смогут лицезреть ледовую сказку. Тематика фестиваля в этом году посвящена юбилею нашего города, его 430-летию. И фигуры будут отражать историю города от его становления до сегодняшних дней. Здесь мы увидим острожную башню на входе в каток. Это будет такая огромная конструкция, надпись 430 лет с символом города. Конечно, ханты с оленем, наша традиционная культура. Также будет коч, корабль очень красивый, на котором казаки приплыли сюда. И сами казаки, служила и люди Сибири. Увидеть композицию в полной красе сургутяне смогут на фестивале «Зимарт». Его торжественное открытие запланировано на 15 декабря. Кроме традиционных зимних локаций и активностей, гостей праздника ждет и лазерное шоу. Впервые лазерное представление в Старом Сургуте дали в прошлом году. В этом решили повторить. Нам показалось, что это было довольно-таки интересно, и поэтому подумали, что надо все-таки попробовать второй год, как бы немножко еще, скажем так, этот эксперимент провести. Потому уверена, что не все были, не все видели, и мне кажется, это было востребовано. Прекрасная музыка, сюжеты интересные, новогодние. Это все создает новогоднее настроение, потому что этот праздник, независимо от возраста, все хотят почувствовать себя немножко детьми, и мы стараемся эту сказку воплотить. Татьяна Расторгуева, Даниил Панков, Сургут, 24. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indifisnews.ru. У меня на этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Приходите в центр «Акватория» для мощного и эффективного омоложения без операций на знаменитом аппарате «Морфеус-8». Инновационная технология безоперационного лифтинга лица и тела против дряблости кожи, опущения век и нижней трети лица, признаков старения и не только. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону 59-35-35, «Акватория», улица Магистральная, 36. Паш! Маша, не сейчас. Паш! Маша, не сейчас. Паш! Маш, ну не сейчас. Маш, а интернета-то нет? Я тебе целый день об этом хотела сказать. А интернет от Телеплюс работает всегда. А еще Телеплюс – это умный домофон, видеонаблюдение, интернет и телевидение в едином тарифе. Звони скорее, будем подключаться. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tenfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте 51-11-80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Авторадио – крупнейшая коммерческая радиостанция и несомненный номер один в автомобилях. Нас слушает множество людей. Ведь Авторадио – самая узнаваемая радиостанция страны. Радио-рекордсмен, которое любят и которое цитируют. На котором любимые программы и проекты. А еще Авторадио – это доказанный рост прибыли рекламодателей до 69%. Радио слушают. Авторадио любят.